В октябре 1939 года советское руководство продолжит предпринимать усилия по достройке буферной зоны безопасности вдоль западных границ Советского Союза. И в этой связи начнутся советско-финляндские переговоры о возможности заключения договора взаимопомощи между двумя странами и обмени территориями. Напомним, что государственная граница Советского Союза в то время находилась всего в 32 километрах от Ленинграда. 12 октября в Москве начнутся советско-финские переговоры. Их важность подчеркивается тем обстоятельством, что в них принимали участие первые лица советского государства Сталин и Молотов. 14 октября советское руководство представит финской стороне меморандум, в котором изложат условия желательного для Советского Союза соглашения. В нем будут обозначены целый ряд интересующих советское руководство пунктов. И стоит обратить внимание на один из них. Советское руководство предлагает усилить существующий пакт ненападения между Советским Союзом и Финляндией, заключив пункт о взаимных обязательствах не вступать в группировки и коалиции государств прямо или косвенно враждебные той или другой договаривающейся стороне. В день начала советско-финских переговоров начальник генерального штаба Красной армии маршал Шапошников представит советскому руководству карту, и вот мы ее видим здесь, на которой произведена разметка территориального размежевания в соответствии с теми предложениями, которые и были сформулированы советским руководством финской стороне в ходе переговоров. Мы можем видеть, что эти предложения были достаточно скромны. Новая граница не включала в себя город Выборг и разрезала напополам Ладожское озеро. В обмен на эти территории Советский Союз предлагал Финляндии вдвое большую территорию в Карелии. Через два дня после получения меморандума от советской стороны руководство Финляндской республики предложит свой меморандум, который также представлен на выставке. Финляндия понимает стремление СССР обеспечить безопасность города Ленинграда. Такая фраза присутствует в его тексте. Однако встречные предложения финской стороны не удовлетворят советское руководство. По мнению советских военных, они не обеспечивали возможности эффективной защиты Ленинграда. 9 ноября переговоры будут прерваны. И 17 ноября из Хельсинки будет получена шифровка, которую имеет смысл процитировать. Финляндия на уступки не пойдет. Так излагает позицию финского руководства высокопоставленный советский диппредставитель в Хельсинки. В конце ноября советское руководство сочтет дипломатические меры исчерпанными. И 30 ноября начнется советско-финляндский военный конфликт, получивший в историографии название «Зимняя война». Можно ли было обойтись без войны? Позднее задаст риторический вопрос Сталин, подводя итоги Зимней войны. И сам же на него ответит. Нет, нельзя было обойтись без войны. Безопасность Ленинграда надо было обеспечить. 12 марта 1940 года будет заключен мирный договор между Советским Союзом и Финляндией. Он представлен в рамках экспозиции. Обратим внимание посетителей на то, что это подлинник этого договора, который до сих пор не выставлялся на всеобщее обозрение. И к этому договору прилагалась карта, которая разграничивала территориально Советский Союз и Финляндия. Потери Финляндии по итогам Зимней войны, я говорю сейчас исключительно о территориальных потерях, оказались весьма ощутимыми, значительно большими по сравнению с теми, о которых просило советское руководство в октябре-ноябре 1939 года. Граница практически совпадает с той, которая разделяет два государства и сегодня. В апреле 1940 года в Москве пройдет совещание начальствующего состава Красной Армии, на котором с речью выступит Сталин и подведет итоги Зимней войны. Ее стенограмма представлена в рамках экспозиции. Сделанный им анализ будет весьма нелицеприятным по отношению к тому способу ведения боевых действий, которые практиковала Красная Армия, к ее вооружению, к ее материально-техническому обеспечению, к чрезмерному восхвалению опыта гражданской войны. И все эти проблемы советскому политическому и военному руководству придется решать на очень коротком отрезке времени, которое останется у Советского Союза до начала Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok